Любое время спасательная работа проводится всегда с защитой головы. Специальная каска с обралом. В придачу к каске специальный костюм, в который в случае ЧАЭС нужно в буквальном смысле впрыгнуть. На это пожарным спасателям отводится всего 45 секунд. Студент Егор Синяпкин в отведенное время не уложился, но героем себя почувствовал в первое же мгновение. Только вот костюмчик оказался великоват. Мой размер 48. Ну, это, наверное, не он. Чуть-чуть большеват, но зато тепло. В принципе, сейчас по погоде само то. Ну, у меня были ботинки, и я в них пытался, и это получилось не очень быстро. Ну, а если пару раз попробовать, ну, не пару, наверное, побольше чуть-чуть, то я думаю, все получится. Я иду к тебе. А это мастер-класс по снятию человека с высоты. По легенде, мужчина, работающий на большом расстоянии от земли, получил травмы и потерял сознание. И ему на помощь спешит альпинист спасательного отряда. Такая практика может пригодиться абсолютно каждому, говорят спасатели. На базе Мурского государственного университета, вообще на базе вузов нашего города, существует такая организация, как студенческий спасательный отряд Центра общественных спасателей. То есть, этих студентов, они периодически приходят к нам в отряд, мы их обучаем. То есть, ну, это наши, так сказать, внештатные наши сотрудники, которые в случае какой-то глобальной, может быть, катастрофы, всегда придут нам на помощь. Познакомиться студентам довелось не только со спасателями и пожарными, но и с Максимом. Так зовут манекен, на котором отрабатывают приемы оказания первой помощи при клинической смерти. Впрочем, ребятам лишь наглядно показали, как он работает. Подключить Максима к сети не получилось. Еще раз закрепить полученные знания на практике студенты смогут совсем скоро. На октябрь намечено учение по пожарной эвакуации. Анжелика Павлова, Андрей Белый, программа «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова